И снова здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Начнем выпуск просто с вопиющей информации. Школьники Ростовской области на уроках будут носить маски. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. Он сказал, я думаю, что это норма, которая сейчас необходима и она должна быть реализована. Сейчас и Министерство образования, и Роспотребнадзор, все, кто имеют к этому отношению, над этим продолжают работать. Еще раз повторю, принципиальной задачей является создание условий для обучения, с другой стороны, для сохранения здоровья детишек. Ну как вам такие новости? Это просто позорище. На наших детей уже и в школах пытаются надеть намордник. Постоянное ношение маски губительно для человека, а в случае с детьми это просто преступление. Надев маску, выдыхаемые вирусы не имеют выхода наружу и будут концентрироваться в носоглотке, проникать в обонятельные нервы и попадать в мозг. Об этом говорит официальная медицина. Вы что хотите сделать с детьми? Это какой-то геноцид. Мало того, что отдели это эти заведомо опасные принадлежности на взрослое население, так вы еще и детей хотите в школах заставить сидеть в этих рассадниках заразы. И ведь речь уже не только о ковиде. Дети получат кучу других болезней. Научно доказано, что нет никаких доказательств, требующих ношение маски для лица для профилактики. Так какого черта вы так поступаете с детьми? Пишите, уважаемые зрители, комментарии по этому поводу. Теперь переходим к информации, которая показывает всю сущность путинского олигархата, которые прихватизировали народные богатства страны и плевать бы они хотели на всех вокруг. Им важно набить только собственные карманы. Газпром потребовал от властей города Рыбинск и Ярославской области заплатить более 133 тысяч рублей за снабжение газом мемориала «Огонь славы». В Рыбинске вечный огонь горит с 9 мая 1975 года. Зажгли его к 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Но это же полный беспредел. Теперь каждому жителю Рыбинска нужно будет скинуться на газ для вечного огня. Власти Рыбинска заявили, что была договоренность о том, что работы по снабжению газом будут благотворительными. Поэтому депутаты городского совета вычеркнули эти расходы из городского бюджета. Но видать, у путинского олигархата серьезные проблемы с деньгами. У них там, видать, лютый кризис. Топ-менеджерам, скорее всего, не хватает денег на икру черную, красную, ну или на новый Майбах, самолет, вертолет. Ну, я даже не знаю, на что им там не хватает. Хотя смотришь статистику по доходам, они себе ни в чем не отказывают. Доходы топ-менеджеров только растут. Такие действия этого олигархата еще раз показывают, что народу ничего не принадлежит. Ни газ, ни нефть – это не народное достояние. Это личные ресурсы небольшой группы людей, которые, как мы видим, фактически захватили все, что можно. И самое главное, все это происходит под чутким руководством гражданина Путина и его бравой команды управленцев. Если бы властимущие там наверху были бы против, то ни Газпром, ни какая-то другая организация даже и заикнуться не посмела по поводу газа для вечного огня. А тут платите, оплачивайте сами символы славы вашей победы. Так, наверное, получается. Что нам с вами дальше ждать, уважаемые зрители? Скоро, наверное, и памятники воинам Великой Отечественной войны за свой счет будем ремонтировать. Ведь, как мы видим, им это событие абсолютно неинтересно. Наверное, не их отцы и деды защищали Россию. Пусть такие, как Миллер и прочие, утонут в своих деньгах. Жадность этого путинского олигархата переходит все возможные границы. На данный момент все, скоро мы снова встретимся с вами.